Министерство образования оценило качество подготовки профессиональных кадров. Сегодня в МИАСе прошла 21-я научно-практическая конференция «Инновации в профессиональном образовании». Специалисты со всей области, гости из Москвы и Казахстана, рассмотрели механизмы получения объективной и полной информации о качестве знаний выпускаемых специалистов. Вопрос о независимой оценке качества образовательных организаций важен и для экономики страны, и для развития региона, и, собственно, для самого образования. Оценить подготовку профессиональных кадров и их пригодность на рабочем месте – вопрос приоритетный. Без понимания объективной ситуации, которая складывается в системе образования, в данном случае профессионального образования, нам, конечно, очень сложно принимать управленческие решения и готовить квалифицированные кадры для реального сектора экономики. Мы должны четко понимать, что оценку должна давать свои дети не сама образовательная организация, а какие-то ее внешние партнеры, работодатели, независимые эксперты, учредители, в конце концов. Потому что это не дело, когда сам себя оцениваешь. Рассмотреть механизмы получения полной, точной и, главное, объективной информации о качестве подготовки специалистов в профессиональном образовании всех звеньев смогут участники 21-й научно-практической конференции «Инновации в профессиональном образовании». Поднимающей стороной выступил МИАСКИ Машиностроительный колледж. Представители, директора и заместители со всей области, все областные учебные заведения начального и среднего профессионального образования. Гостей много, гости из Казахстана, гости из Москвы будут. То есть участников будет достаточно серьезный и объемный. Формат конференции традиционный. Пленарное заседание, которое прошло в ДК «Автомобилестроители», работа с секцией по трем направлениям и экскурсия по градообразующему предприятию автомобильному заводу «Урал». Проведение областной научно-практической конференции в МИАСИ – это признание высоких достижений в сфере профессионального образования. «Насколько я знаю и понимаю своего опыта работы, как правило, те территории, в которых проводятся такого рода совещания, то есть уровни областных совещаний, предполагается как минимум наличие определенного уровня успехов и достижений. Поэтому я полагаю, что работа будет плодотворной, и специалисты профессионального образования, среднего профессионального образования, они сегодня обменяются как минимум мнениями, своими наработками, которые имеют место быть». Данное совещание – это одно из мероприятий, итогом которых в конце года станет создание региональной системы оценки качества образования. Менодические рекомендации помогут и органам управления, и образовательным организациям, и работодателям совместными усилиями подготовить квалифицированных специалистов. Анастасия Попова, Александр Лядов, ОТВ МИАС.